В Бельце по договоренности Рената Усатова с латвийским коллегой вице-мэром Максимом Толстым начинает сотрудничество с Ригой. Бельская делегация вернулась в конце прошлой недели из рабочей поездки в Латвию. При Балтику посетили вице-мэр Игорь Шеремет, директор бельского филиала торгово-промышленной палаты Галина Кодина и начальник управления экономики, прогнозирования и управления доходами Ольга Сухомлинова. По словам Игоря Шеремета, поездка оказалась очень плодотворной. Бельская делегация приняла участие в экономическом форуме и пообщалась с представителями местных органов власти в Латвии. Мы со 2 марта по 5 марта были в рабочей командировке сначала в город Даугавпилс, Латвия. Это город, с которым мы имеем тесные отношения, сотрудничество по различным направлениям, в частности, и по экономическому сегменту, а также по услугам коммунального хозяйства, по муниципальной собственности, по определенному моменту, что касается процесса строительных учреждений. И, в принципе, приглашение со стороны администрации Таугавпилса состояло в участии в рамках экономического форума, который проводился 3 марта. В частности, была создана экономическая свободная зона Латгайского уезда, так как у нас аналогично, как район территориальной организации Латвии. Но инициатором всего этого процесса создания свободной экономической зоны являлась администрация города Даугавпилса. Мы, конечно, откликнулись на это приглашение, потому что наш интерес в первую очередь состоял в возможности не только участвовать в этом форуме, но и принять определенную практику по организации проведения экономических форумов. Игорь Шеремет обсудил на переговорах со своим коллегой из города Даугавпилс Петрисом Дзалбе принципы работы тамошней мэрии, ее взаимоотношения с центральными властями и проекты, благодаря которым Даугавпилс развивается и модернизируется. В рамках общения с администрацией города Даугавпилса также обменялись мнениями по распределению тех же бюджетных средств, по разным направлениям, определенные механизмы привлечения инвестиций и различные линии деятельности, которые жизненно важны для города-муниципия Бельца. То есть вскоре, постепенно-постепенно будут внедрены определенные новшества в той же деятельности даже и при мэрии, и, конечно же, и муниципальных предприятий. Ну и параллельный процесс будем вести и с очень плотной работой, которую мы ведем с существующими на сегодняшний момент частными партнерами и конституционерами. Кстати, в Латвии законодательством пока что исключается публично-частное партнерство и та же концессия публичных услуг, где очень жестко поставлен акцент, чтобы публичные услуги были напрямую контролируемыми местными властями, а не частными партнерами. Достигнута договоренность об открытии в Латвии торгового представительства муниципия Бельцы. Петрис Цзалбе заявил о заинтересованности латвийских предпринимателей в поставках своей продукции на молдавский рынок. Речь идет в частности о морепродуктах и легендарных рижских шпротах. Они заинтересовались овощами, фруктами, вином, то есть то, что в принципе популярно еще и с советских времен. Кстати, администрация города Риги подтвердила, что до сих пор наши товары пользуются большой популярностью потребителей города Риги. То есть есть заинтересованность. Мы даже прошлись по территории рынка, по овощному рынку, именно отдел овощной и фруктовый тоже. То есть там были у разных торговцев по две коробки молдавского винограда. Почему он продавался? Продавался по 4 евро, 1 килограмм. То есть есть уже хорошее намерение того, чтобы расширить гамму продукции, произведем в Молдове. То есть заинтересованы не только в частности, это по овощам и фруктам, винам. Но можно расширить, потому что, ходя по территории этого дела, мы заметили, там был испанский уголок, узбекский уголок. То есть именно то, что произведено в этих странах. То есть есть определенные юридические форматы, которые дадут возможность завести наши товары на территорию рынка города Риги. И, конечно же, наоборот. То есть мы тоже заинтересованы в определенную гамму продукции, чтобы напрямую они поставлялись хотя бы минимум на территории муниципи Бельс. Ну, самое популярное, то что производится, конечно, не только в городе Риги, но и в самой Латвии, это морепродукты, то есть рыбы, то есть в разных формах. Коллеги из Даугавпилса и Риги рассказали представителям Бельской мэрии о сложившихся принципах эффективной работы городских коммунальных предприятий. Стороны нашли много общего в своих позициях. В молдавском городе и двух латвийских к власти пришли молодые команды, которые пытаются разрушить старые коррупционные устои. В Латвии это удалось сделать в рамках первого срока управления. Теперь же, когда важная работа проделана, власти приступили к инфраструктурным изменениям. Редактор субтитров А.Семкин